Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем играть в Oblivion. Мы всё так же находимся в Тёмном Братстве, в конце предыдущей серии мы взяли новый квест, вернее не квест, а контракт, потому что квест звучит как-то больно деревянно. Тем не менее, нам нужно убить одного зажиточного человека в Бруме, причём устроить всё так, чтобы это выглядело как несчастный случай, иначе мы останемся без премии. У него там, насколько я помню, есть какой-то любимый... Давайте вообще почитаем, у меня уже из главы вылетело. Короче, между 8 и 11 часами он сидит в своём любимом кресле, нужно, чтобы на него что-то шарахнулось и убило его просто наглухо тогда. Тогда это будет выглядеть вполне правдоподобно. Если же просто убьём, то нас по головке не погладит. Так, ну и что, давайте мы сейчас отправимся в Бруму. В Бруме у нас куча незаконченных дел. Первый раз, когда мы туда зашли, мы ничего не умели. Сейчас уже более-менее разобрались. Допустим, там было дело с вампиром. Ого, какая поганая погода. Вообще, здесь как-то всё выглядит, вот прям, готовые декорации для новой части вампари, дам маскерейд. Тут прям, ну вообще. Как-то там не было, давайте двигаться в Бруму. Появимся мы около восточных ворот. И, собственно, посмотрим, что там да как. Так, вообще желательно всё там делать в стелсе. Как раз ночь, отлично. Только не говоришь, что это тот самый дом. Так, включим своё видение. Ты кто вообще? Больная. Какая-то больная. Так, дверь закрыта. Какого-нибудь чёрного хода нет. А, вот, допустим. Что там делает вообще? Больная какая-то. Я отмычки забыл купить. В конце предыдущей серии. Я вот вечно так, я только приучусь уже там по звуку определять, когда оно сработает, когда нет. А потом делаю перерыв и опять забываю. И по-новому приходится учиться. Да, ёпкарный бабай. Чуть не проматерился. Так, так. Так, хорошо. Давай. Отлично, наконец-то. Фу, поломали. Но, тем не менее, конечно, напряги были у нас. Мне удалось попасть в дом Бенлина. Если я смогу пробраться в каморку на втором этаже и ослабить крепление, удерживающее голову Минотавра на стене между 8 и 11 часами вечера, то она упадёт прямо на Бенлина, когда он будет сидеть в своём любимом кресле. Если Бенлин умрёт другой смертью или Гром погибнет, то я не получу премии. Это понятно, это очевидно. Так, сохранились. Давайте потихоньку осматриваться. Пока что вроде тихо. Дом не особо большой, поэтому, если что, какой-то шухер, то спрятаться не получится, я думаю. Давайте по этому случаю съедим тыкву. Тыква. Тыква это хорошо. Люблю вообще логичность в действиях. Поэтому давайте есть тыкву. Так, хорошо. Сундук. О, отлично. Вот этого только не хватало. Так, повторяем. Игра внезапно вылетела почему-то, когда я открыл вот этот сундук, поэтому я его больше трогать не буду. Ну да ладно. Это, видимо, какие-то баги связаны с тем, что мод стоит, или может там баг локализации, или ещё чего, или какая-нибудь несовместимость плагинов. Не важно, короче говоря, что-то произошло. И что-то пошло не так. Блин, ещё один замок. Ненавижу их. Так. Оно у нас каждый раз прям удачно встаёт. Это хорошо. Временами игра вылетает. В этом, в принципе, нет ничего страшного, но всё-таки... Так, а вон там кто-то сидит у нас. Очень полезное такое умение. Тихо. Ты моя цель, похоже. А вот ты как раз сидишь там. Глава Минотавра на втором этаже. В комарке. Блин, я застрял? Как я не вовремя застрял? Нельзя прыгать тут. И он меня заметил, по-моему, нет. Так, тихо. Тихо, тихо, тихо. Сколько там времени-то? Время 11. Он ещё... Попробуем? Это, похоже, крепёж чучела головы Минотавра. Как и ожидалось, он ослаб со временем. Вы легко можете вынуть этот крепёж, и голова обрушится вниз. Вы хотите вынуть крепёж? Да, я хочу. Извините, мне звонят. Я. Я дико виноват перед вами. Ой, что там произошло? Как обычно, в самый ответственный момент. Так, голова Минотавра упала на Бенлина, как и ожидалось. Теперь мне нужно вернуться в убежище и получить свою награду у Винсента Вальтиери. Интересно. Вот меня интересует такой вопрос. Говорили, что это нужно сделать до 11 часов. У нас уже было 15 минут. 12-го. Не накосячил ли я? Так, ну что, Гром. Размазал твоего хозяина. Просто в лепёшку. Нужно уходить. Хотя, конечно, охота посмотреть, что у него там было. Ладно, ему сейчас всё равно это всё без надобности. Давайте у него маленько дома осмотримся. Вдруг что-то хорошее. Меховой шлем. Отстой. Очень сложный. У меня, кстати, получалось очень сложные замки открывать. Ну-ка, давайте мы попробуем надеть обратно свою шляпу. Нет, всё равно. Так, ладно. Пора валить отсюда. Принц нищих. Ух ты. О-о-о. Вот так. Я хочу выйти отсюда. Сейчас мы сохранимся. И будем париться. Шестью отмычками, я думаю, мы просто... Пофейрим всё, что можно. Раз. Два. Тихо. Три. Четыре. Отлично. Просто очень чисто сделано. Так, что у нас тут? Нефритовое кольцо. Обычный амулет удачи. Отлично. Неплохо так отработались. Гром там какой-то вообще не какой-то. Телохранитель. Ничего не видит, ничего не слышит. Хотя, в принципе, дело в том, что я такой мега профессионал. А не в том, что он плох. Так. Давай. Отлично. Да, блин. Ах. Пошла полоса. Неудач. Отлично. Золото. Серебряное. Да ничего полезного, да? Ну, в принципе, потихоньку, помаленьку уже начинаем богатеть. У нас уже 3000 золотых. По сравнению с тем, что было поначалу, это, конечно, серьезный прогресс. Но все равно очень мало. Так, ладно, пора валить отсюда. Пока гром не начал злиться. Убивать его нельзя. Поэтому... Спокойно, тихо, уходим через подвал. Супер. Так. Ну и теперь, в принципе, можно направляться обратно в Чейдинг Хоу. Сдать задание. Не похвастаться. Но я думаю, нам нужно... Разобраться с квестом на... Как он там называется? Так, это что такое? Кстати, надо будет в Коралл зайти как-нибудь по поводу этих братьев. Так. Коллекционер. Нечестная конкуренция. Имперский город. Вот. Две стороны монеты. Арнора Аурия из Брумы хочет, чтобы кто-то помог ей вернуть украденные у нее деньги. Вот этим сначала займемся. Так, хорошо, погнали. Нужно... Я в прошлый раз к ней подошел, она не хотела со мной говорить, потому что ей не нравилось. Она говорит, ты мне, говорит, не нравишься. Нет, твоя морда, говорит, не нравится. Ты сам, говорит, мне не нравишься. А сейчас мы кинем ей пару монет, заболтаем зубы. Может, что и получится. Снежок. Романтика. Красота. Так, ты спишь? Сколько времени? Блин, времени-то еще. Ёлки-палки. Ну, давай-то вот сюда зайдем? Или... Нет, вот сюда нам нужно. Хотя тут тоже закрыто, наверное. Да нет. Так, это мы отлично. Сохранить. С тобой нельзя разговаривать. Утым не по-моему. Тебе придется уйти. Так, попробуем его купить. Старт. Ох, пожалуйста. Он ко всему так. Правда? Интересно. Неплохо относится. Замечательно. Что еще я могу сказать? Какой разумный подарок. Ой, тихо. Зачем консоль нажимать? Какой разумный подарок. Это мне? Да-да-да. Деньги никогда не помешают. И че? Как я теперь могу отсюда выйти? Тебе воздастся? Не, мне денег не жалко просто. Я пока не поверну, не выйду, что ли? Тебе должно бы быть стыдно. Какой разумный. Как любезный. Очень хорошо. Теперь расскажи-ка мне про Лексу. Наслышанный. Он ведь солдат или стражник в имперском городе? Хорошо. Полагаю, не будет ничего страшного, если я расскажу тебе, что произошло. Все равно слухи расползутся по Бруве. Да-да-да. Оказалось, что Брадон Лириан вампир. Или был им? Если бы не Рейнил Дролас, мы могли бы никогда не узнать правды. Позволь мне объяснить. Неделю назад, или около того, мы обнаружили за городскими стенами два трупа, слегка присыпанных землей. На их шеях виднелись следы от укусов. Он и смотрит такой. Это люди нищих, которые обычно бродят по улицам и выпрашивают милостыню. Вампир, вероятно, думал, что их никто не хватится. Но на наше счастье в городе появился Рейнил. Он сказал, что он охотник на вампиров, поэтому мы попросили его помочь. Он выследил, где живет вампир. Когда он вошел в этот дом в полдень, Брадон спал. Рейнил смог убить его. Тот даже не проснулся. По счастью, жены Брадона в это время дома не было. Бедняжка. Она даже не знала, что ее муж был носителем этой заразы. Мы провели расследование по горячим следам и выяснилось, что никто не помнит, чтобы Брадон появлялся при свете дня. Он выходил только по ночам. Боюсь, мне больше нечего рассказать тебе. Как видишь, мы не очень-то нуждаемся в какой-либо помощи. Но все же спасибо за предложение. Отлично. Расскажи про Лириана. Насколько я знаю, он был хорошим человеком. Никогда бы не подумал на него. Но вампиры мастера маскировки. Поэтому все возможно. Так. Ну да, продралась. Тогда расскажи тоже. Я потрясен. Ему понадобился всего один день, чтобы выследить вампира. Теперь я понимаю, как он зарабатывает этим себе на жизнь. Отлично. Можешь расспрашивать в городе кого угодно. Думаю, это не доставит для тебя особых проблем. Так, ну что? Что нам это дало? Я в доме Брадона. Кариус Рунелиус, следователь городской стражи Брумы. О, назад он салют. Говорит, что около полудня Рейнил незаметно проник в дом и убил вампира, пока тот спал. Его жены дома не было днем, а она на работе. Кроме того, Кариус сообщил, что в доме Брадона найдено тело неизвестного нищего. Мне нужно поговорить с женой Брадона, чтобы продвинуться. Понятно. Прошу прощения. Так. Поверить не могу в то, что произошло. Пожалуйста. Пожалуйста. Мне нужна твоя помощь. Мой муж не был вампиром. Это нелепо. Никто не слушает меня. Смотри, это подозрительно на самом деле. Может, этот охотник на вампиров на самом деле сам являлся вампиром. А этого убил и оклеветал, чтобы себя отградить. Прости меня. Я очень любила своего мужа. И все еще не могу поверить в его нелепую смерть. Если ты сможешь чем-нибудь помочь, это было бы уже хорошо. Это произошло так быстро. Расскажи мне, что произошло. Я пришла домой всего несколько часов назад. Дверь была нараспашку, и Брадон лежал мертвым. Над ним стоял Данмер. Я закричала и выбежала на улицу. Я думаю, городская стража была неподалеку и услышала меня, потому что они прибыли очень быстро. Я слышала, как этот Данмер назвал себя Рейнилом Дроласом. Он сказал, что он охотник на вампиров, и что Брадон был его целью. Стража, похоже, знала о Рейниле. А во время обыска дома они нашли в нашем подвале тело какого-то нищего. Стражники послали за Кариусом. Он расследует все преступления здесь, в Бруме. За пару минут Рейнил смог убедить Кариуса, что Брадон был вампиром. Подозрительно. Улики свидетельствуют против Брадона. Да, конечно. Мне очевидно, что все это подстроено. Зачем бы Брадону прятать тело в своем собственном доме? Это дико. И еще одно. Стражники особенно напирают на то, что никто никогда не видел Брадона при свете дня. Конечно, в этом все дело. Он работает по ночам, а днем ему приходится спать. И что? Это делает его вампиром? Это все дело рук Рейнила. Я не доверяю ему. И больше всего меня беспокоит то, что я уже видела его раньше. Уверена в этом. Но, конечно же, он утверждает, что никогда не был здесь. Послушай, мне больше нечего сказать. Пожалуйста, помоги мне обелить имя моего мужа. Интересно. Только все-таки мне кажется, что... Хотя, не знаю, разберемся. Расскажи про Рейнила. Понятия не имею, где он может быть. Просто найди его и заставь рассказать правду. Клянусь, он лжец. Чем клянешься? Я знаю. Поверить мне трудно, но я уверена, что права. Ну, хорошо. Пойдем искать. Где-то, может быть... Найди его. Не знаю, где. Интересно. Так, подожди. Может быть, капитан Стража знает. Итак, есть подвижки в твоем расследовании. Расскажи насчет Рейнила еще раз. Я хочу предостеречь тебя. Я понимаю, ты хочешь помочь Эрлин, проверив информацию о Рейниле. Мы имеем сведения из официальных источников в соседнем городе, что Рейнил тот, за кого себя выдает. Так что я не понимаю, что ты хочешь доказать. Я разрешил тебе провести это расследование, условно назовем, так твое действие, только потому, что Эрлин в полном отчаянии. Расскажи еще про Брадона. Я знаю, что Эрлин очень расстроена. Но с ней все будет в порядке. Рейнил подтвердил нам, что она не заражена. Неудивительно, что она обвиняет Рейнила во лжи. Она сейчас в подавленном состоянии и готова выдумать что угодно, лишь бы не смотреть в лицо правде. Думаю, если бы я узнал, что моя любимая оказалась ужасным вампиром, я тоже был бы готов поверить во что угодно, лишь бы не принимать этого факта. Понятно. Ну что ты пыришься? Что ты пыришься стоишь тут? Прошу прощения. Ты мне угрожаешь? Ладно. Так, хорошо, где же мне искать Рейнила? По улицам, я думаю. Если Рейнил, вампир, то днем мы его точно найдем. Давайте гулять ночью. Ты не видал? Проблемы? Слушаю. Рейнила. А, ну вот такие темные надписи, они уже, то есть, все прочитано. Вернее, прослушано. Где же может быть Рейнил? Может, в таверне? Или, может быть, в часовне? Пока что не вижу. Спецназ! Так, может тут? Нет. Да мне не кажется, что он тут, честно говоря. Хотя... Блин, никакого указателя. Мда. Так, где у нас здесь забегаловка была? Вот это? Может, он тут? Это правда, что Орентус Фалбиус учит крутовству? Не самый обычный навык для священника. Но я думаю, находятся такие, кто готов этому учиться. Береги себя. Это что, ночлежки типа что ли? О, не знаю, давайте что ли утра дождемся. Я, конечно, не думал, что нам дадут спать на этой кровати. Да. А новую покупать у Олова, по-моему. Что могу сделать для... Ты дрался, не видал? Я обычно не предоставляю такие сведения. Особенно людям, которых я не знаю. Понял. Все, как и обычно, сводится к деньгам. Тебе не помешают добрая еда и хорошая выпивка. Так, продать. Что еще тут можно продать? Ничего. Купить. Тоже ничего. Заходи. Так. Ну, давай попробуем. Это мне? Не стоило. Как скажешь. Может, хватит? Не говори глупостей. Неплохо. Совсем неплохо. Да как-то не особо, честно говоря. Давай еще раз. Вот это хорошо. Да, да. Все, что скажешь. Это не нравится. Это более-менее так. Это что? Комплимент? Да не особо, честно говоря. Да, дошло. Как любезно. С тобой приятно иметь дело. Короче, делаем вот так. Оно убавляется. Потом подкупаем. Да ты просто... Тебе воздастся. Неплохо. Расскажи теперь. Я обычно не предоставляю. Понятно. Еще надо денег? Да. Это... Это мне. Спасибо. Но... Нил остановился в последней комнате по коридору. Вверх по лестнице. Вот ключ. Мне всегда нравились Бродон и Эрлин. Они были такой хорошей парой. Надеюсь, ты разберешься в этом деле. Я тоже не верю, что он был вампиром. Ну, посмотрим. Сколько денег-то у меня сожжал? Это же офигеть. Ну, ладно. Она того стоит, я думаю. Не совсем я все-таки еще догнал эту систему. Советчики в комментариях. Можете не начинать. Я такие вещи все равно сам предпочитаю доходить. Может, это будет не очень быстро, но... Зато это будет интересно. Так. Что-то я там никого не вижу за последней дверью. Может, тут? Да нет, не видать. А, тебя тут пока нет. Мне следует тщательно обыскать комнату Рейнила. Вдруг найдется что-то подозрительное. Так. Сохранились. Спрятались. Серб. Ничего. Угу. В комнате Рейнила мне попался дневник. Группа искателей приключений, в которую входил Рейнил, нашла в Айлодских руинах какой-то артефакт. Они решили спрятать сокровища в пещере, чтобы позже тщательно изучить его. У каждого из них был ключ от одного из замков сундука, где хранилась находка. В этой группе были еще двое. Бродон и некий Гелебурн. Мне нужно узнать больше о Гелебурне, чтобы подтвердить свои подозрения насчет Рейнила. Возможно, Олаф поможет мне в этом. Так, ну подожди. Подошел к концу восьмой день, артефакта нет и следа. Мы обыскали большую часть того, что осталось от внешней охранной башни, и прочесали руины при вратной части, но не нашли никаких намеков на место, где он может находиться. Здесь тихо, впечатление, будто сами руины хранят уважение к давно исчезнувшим Айлодам. Пока мы не встретили ничего враждебного, но мы готовы к опасностям. Бывало, наше братство попадало в отчаянные переделки. Бродон заплатил хорошие деньги за информацию о местонахождении сокровища. Я надеюсь, что это предприятие не обернется очередным провалом. Этим утром на наш лагерь напали какие-то бандиты, утверждавшие, что мы вторглись на их территорию. Учитывая то, что на их стороне был перевес 3 к 1, мы справились совсем недурно. Только Вейнил был слегка ранен, но рану быстро залечили при помощи зелья, который Бродон предусмотрительно захватил с собой. Избавившись от тела бандитов, мы принялись за осмотр самой большой части развалин, руин крепости. Две стены этого некогда величественного строения обрушились, превратившись в россыпь белых камней, излюбленного материала айлодских архитекторов этой части Тамриэля. Это весьма усложняет наши поиски. Некоторые глыбы мы попросту не сможем сдвинуть из-за их тяжести. Бродон предложил осмотреть центральную часть фундамента здания и поискать проходы на нижнем уровне, ведь для подобных крепостей подземелья обычное дело. Крепостей. Его догадка оказалась верной, и после нескольких часов тяжелой работы нам удалось расчистить лаз, достаточно большой, чтобы мы могли протиснуться внутрь и увидеть древние ступени, ведущие вниз. Мы решили дождаться рассвета перед тем, как спускаться вглубь руин. Интересно. Сон не принес отдыха, мы были слишком взволнованы и гадали, что лежит впереди. Мы окунули факелы в только что откупоренные бочки смолы, подожгли их и спустились в чернильную тьму прохода. Затклый воздух душил нас пылью, в знак того, что давным-давно никто не входил в эту часть руин. Мы обрадовались, так как это свидетельствовало, что до нас здесь не было грабителей могил. В конце концов, лестница привела нас к коридору, который, сгибаясь, вел на север. По мере того, как мы осторожно продвигались вперед, я внимательно обследовал полы стены, ищая переключатели, растяжки и утапливаемые плиты. Такова моя специализация. Айлады славились умением защищать свои крепости при помощи хитроумных ловушек. Не хотелось бы попасть в такую. Да уж, насчет ловушки я согласен. Мы шли и шли по коридору, а в Радон наш ученый приходил все большее волнение. Переводя резные надписи на стенах, он убеждался в том, что мы на верном пути к сокровищу. Пройдя еще несколько минут, мы увидели то, что надеялись увидеть в конце прохода. Была металлическая дверь с изображением паука. Настал момент удостовериться в верности информации, полученной Брадоном. На двери должен был быть замок секретом. Следовало бы потянуть паука за лапу в определенной последовательности, чтобы отпереть его. Ошибка в комбинации привела бы к нашей мгновенной гибели, возможно, из-за обрушения стен коридора или активации какой-нибудь смертоносной ловушки. Дрожащими руками я потянул лапки в том порядке, который затвердил наизусть. Шестая, первая, вторая, восьмая, наконец, снова первая. Я закрыл глаза, послышались громкие щелчки, а затем дверь приотворилась. Мы вздохнули с облегчением. Толчком открыв створки, я увидел огромный зал с постаментом в центре. На нем лежала наша награда, освещенная тоненьким лучом солнца, проникавшим через отверстие в потолке. Пол был украшен мозаикой в виде стилизованного паука, все ноги которого сходились в одной точке у самого входа. Это была последняя ловушка, которую Айвы доставили, чтобы защитить свое сокровище. Вновь наши жизни зависели от умения Брадона добывать информацию. Без него мы так и не узнали бы, как миновать эту последнюю линию обороны. Я велел Брадону и Венилу остаться у входа и держать веревку, которой я обвязался на случай, если пол провалится и я буду падать. Осторожно пошел я вперед по темным плитам, которые образовывали третью ногу паука. Пол катился по моему... А, подкатился по моему лбу, ведь тропка, составленная из керамических плиток, была поначалу очень узкой. Один неверный шаг грозил неминуемой смертью. Но я остался жив. Информация оказалась верной. Я сумел добраться до постамента и схватить артефакт. Со всей возможной поспешностью мы отправились назад к гневному свету. Братству вновь сопутствовал успех. Можно было и возвращаться домой. Этой же ночью в таверне мы решили заключить договор, планировав сохранить артефакт в пещере неподалеку от Брума, изучить его и понять его истинную ценность. При неумелом обращении такой предмет может быть очень опасен. И мы, конечно же, не желали продавать его, не выяснив его настоящего значения. Мы поручили Брадону поговорить с местным плотником и заказать сундук с тремя замками. У каждого будет ключ от одного из замков, так что никто из нас не сможет забрать артефакт в одиночку без двух других членов нашего братства. Остаток вечера мы провели вместе за бочонком доброго вина, распевая песни о прошлых и будущих приключениях. Понятно. Все начинает проясняться, верно? Брадон не был вампиром. Рейни его просто предал, чтобы завладеть этим сокровищем. Так, ну что, поговорим с Оловом. Интересно, интересно получается. Я обожаю квесты в этой игре. Они просто мега крутые. Так, ну что? Что могу сделать для тебя сегодня? Расскажи мне про Гелебурна. Гелебурн? Странно, что ты упоминаешь это имя. Рейнил говорил мне, что это был последний вампир из тех, кого он уничтожил. Вампир? Да, точно. Где-то в Скинграде, по-моему. Он сказал, что выследил Гелебурна и убил его. А, вот почему стражники так легко поверили ему. Они получили информацию от городской стражи с Кенграда о Рейниле и его, так сказать, подвигах. Понятно все. Я знаю, мои слова пойдут вразрез с официальной линией, но мне кажется, стражники могут ошибаться. Это уже очевидно. Я готов поклясться, что видел его при свете солнца. Когда я услышал, что Рейнил убил его, я даже не знал, что и думать. Но теперь, после твоего визита, я начинаю сомневаться все больше. Да, история темная. Я больше ничего не могу сказать тебе о нем. Он приходит и уходит, а с людьми особенно не разговаривает. Обратите. Тебе понадобится что-то еще. Так, ну что, мы направляемся к капитану стражи, что ли? Да. Вот оно как. Как там говорится? Дружба, дружба и табачок врозь. Здесь именно тот случай. Ты там не спишь еще, интересно? Привет. 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 Итак, есть подвижки в твоем расследовании. Рассказать вам про Гелебурна. Как тебе удалось об этом узнать? Слишком многие не умеют держать язык за зубами, когда дело касается вопросов правопорядка. Ладно. Городская стража Скинграда проинформировала нас, что Гелебурн недавно был убит Рейнилом. Очевидно, Гелебурн также был вампиром. Нормально так, да? Это как то есть серийному убийцу. Если он будет говорить всем, что дерется с вампирами, все будут верить, что совсем не проверяет сведения. С этим нельзя согласиться. Это не так. Что значит не так? Это смелое утверждение. У тебя есть доказательства, что Гелебурн не был вампиром? У меня нет доказательств с собой. Надо было дневник взять. Тогда нечего шляться тут, распространяя слухи и домыслы. Если ты обвиняешь кого-то... А теперь, если ты действительно... Понятно. Надо метнуться мухой. Продолжай дальше. Давай, погнали. Пока это не пришло, там и книжку не выкинул куда-нибудь. Это уже утреет, он сейчас придет спать. А хотя он сам-то не вампир. Че ему спать-то? Я все думал, что он вампир сам оказывается, но вроде как нет. Так, книжку забираем. И все. Бежим обратно. А то у нас как-то... Я еще подумал, надо книжку взять. Но что-то не взял. Почему камера отдаляет все время? Вот так вот примерно должно быть. Так, ну что? Привет! Итак, есть подвижки в твоем... На, держи дневник. Я даже и не знаю, что сказать. Теперь все становится на свои места. Иначе зачем было Рейнилу изымать этот дневник с места событий в Скинграде? Я так же ничего не слышал о ключе. Должно быть, Рейнил снял его с тела Брадона до того, как мы прибыли туда. Только подумать. Два ни в чем не повинных человека были убиты, и я в ответе за одну из смертей. Я... у меня нет слов. Молодец, чё, стража. Я поднял стражу, и мы начнем искать его в городе. Встретимся в кружке и ложке олова через час. Хорошо. Через час. Ну, я думаю, вы там сейчас намутите. Ну, я думаю, давайте остановимся, как это у нас принято, на самом интересном. Потравим вас маленько. В следующей серии, собственно, посмотрим, к чему это все приведет. Ну, интересный такой квест оказался. После этого разберемся с тем, с той дамой, у которой там муж отобрал все деньги. Потом уже вернемся в Чейдингхолл в одной из серий и там продолжим уже работать на Темное Братство. В принципе, на этом все. Надеюсь, вам понравилось. По-моему, эти квесты просто вообще шикарные такие. Особенно, дневник был очень атмосферным. Всего хорошего. Увидимся. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok